Сегодня я покажу, как мои подписчики штуки интересные находили. Да и не только они, некоторые находки вы точно еще не видели. Со слов моего подписчика, ходили и бродили по оврагам, копая по войне. На самом дне оврага обнаружили большой послевоенный саперный подрыв. Понятно, что решили проверить. Ну а вдруг там что-то интересное попадется? Как вы поняли, попалось. Глубокий сигнал обнаружил прибор Гаррет АТ-ПРО с катушкой Голиал. Да, замечу, на дне ямы были только куски металла и разные осколки. У парней уже была мысль бросить это все. Но потом они решили проверить стенку ямы. И оп, а точнее это оп, оказался ДТК от ЗИС-3. По-простому это ствол от легендарной советской пушки периода Второй мировой войны. Вот такой вот. Это у нас 76 мм. Дивизионная пушка образца 1942 года. А вы знали, что до того, как ее официально приняли на вооружение, на фронте уже было больше тысячи единиц этого орудия? Создавалась для борьбы с тяжелыми танками противника. В послевоенные годы именно она поставлялась в другие страны. А в некоторых стояла на вооружении, представьте только, до 2016 года. Уточню. Парни доставали ствол 4 дня. Он весит больше полтонны. Лежал под углом. Одна часть была примерно в метре от поверхности, а вторая на 4. Достали, почистили и перевезли в другое место. И прикопали. Зачем? Ну до лучших времен. Да, парням предлагали за эту находку 200-250 долларов. Но они решили, пусть пока полежит. А такую находку в купленном доме во Франции обнаружил парень по имени Ирни. Парень пока никуда ничего сдавать не стал. Некогда было. Фото он в соцсетях постил. Ну думаю, после фото в соцсетях уже звонить не надо. И так скоро придут и... А так в Нидерландах, а точнее в Мальдене, мужчина решил посадить на заднем дворе своего дома пару пустиков зелени. Но вышло куда интереснее. Откопал целый тайник. Ящик с оружием и боеприпасами. Периода Второй мировой войны. Спецы думают, что это польские десантники прикопали. Чего так? Не знаю. Меня туда забыли позвать. Ну когда все доставали. Именно в этом регионе действовала первая независимая парашютная бригада. Это была операция Мартен Гарден. Я когда-то рассказывал. Напомню, тогда победу одержали германские войска. С их стороны потери были около 20 тысяч человек. А со стороны союзников Польша, США, Великобритания 35 тысяч человек. Да, что же было в ящике? Там был чехословацкий карабин ВС-24, британский автомат Стэн и 15 к нему магазинов. Еще был дробовик и маузер К-98. И куча боеприпасов по всему. Все находки, как часто бывает, пойдут в музей. А вот такие три ампулы нашел мой подписчик. И нет, это никакая не вакцина. В каждой ампуле по 15 грамм метилбромоцитата. Его использовали в газовых камерах. Для проверки герметичности газовых масок. Тогда не знали, что он ох какой вредный. В ампулу вставляли вот такой шнурок, поджигали. И все, времени у вас было 10 секунд. Вот только честно, вы видели где-нибудь что-нибудь подобное, кроме моего канала? Ну а вот такой вот нежданчик поднял мой подписчик Андрей в Харьковской области. Говорит, сигнал был похож на чугунок. Ну больше цветной, чем черный. Ну скажем так, достаточно копаемый, чтобы проверить. Лежал вето на глубине штыка. И как часто бывает, нашел уже когда возвращался домой. К автомобилю. Думал уезжать. Да, поднял прибор МТ-40. Парень думает, что это еще царский. Еле-еле видно клейма. Да, это у нас уже не огнестрел. Не, конечно, проблемы будут, если вы пойдете с этим в магазин. Но, наверное, не посадят. По той причине, что бабакс этого сделать уже нельзя. И на запчасти не пойдет. Тут, так сказать, и актив времени. По цене, если вам очень повезет, где-то 50-60 долларов. Вот некоторые люди говорят, что подобные находки неинтересны. Лучше только там клады и все такое. А напишите вот лично вам, стоит делать что-то подобное или нет. Если нечасто. Так, получился послечистки вот такой вот наган. Клеймо слабо видно. На камеру вообще не видно. Но оно есть. Два молота. Судя по клейму и по мушке, наган царский. Где актив, как мы видим, уже временем. То есть, только отводится ударник. Слабо работает. Спускаю крючок. Сейчас залью еще ствол свинцом. Просверлю отверстие, чтобы не было вопросов. И все. Продолжение следует... Продолжение следует...